Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о таком важном аспекте вейпинга, как прожиг спиралей. Ну а встретимся мы через 10 секунд. Начнем с того, что доктор Мирослав Дворничек, химик, заинтересовался вейпингом после того, как бросил курить несколько лет назад. В своем блоге в журнале «Наука и политика» в области никотина он обсуждает обычную практику сухого прожига. Сухой прожиг происходит, когда на неизолированную катушку подается большое количество энергии, чтобы нагреть ее и очистить от так называемых производственных остатков, ароматизаторы и так далее. Однако, по мнению специалистов, эта практика влияет на структуру сплава или металла и может привести к образованию некоторых нежелательных частиц, которые могут растворяться в жидкости и в конечном итоге попасть в организм вейпер. Ранее это рассматривалось доктором Константинусом Фарселяносом, Господи, как я это выговорил, который изучил этот вопрос с помощью эксперта по материаловедению Педро Карвалью. По-моему, так их звали. Исследователи пришли к выводу, что данная практика не должна проводиться на спиралях любого типа. Поэтому давайте немного разберемся, из каких металлов могут быть созданы намотки или обычные спирали для атомайзера. Кантал, нержавеющая сталь, нехром и в более редких случаях чистый металл. Такие, например, как никель, если вспомните целую эпоху термоконтроля. Начнем с Кантала. Это такое торговое название сплава, принадлежащего крупной компании Сэндвик. Состоит сплав из железа, хрома и алюминия. При нагревании оксида алюминия образуют защитный слой на поверхности проволоки. Дальше идет нехром. У него тоже есть торговое название, вроде Кантала, но, как я понимаю, патента у Сэндвика на него нет. Поэтому мы все привыкли его называть просто нехромом, согласно его составу. Но если интересно, у Сэндвика он называется... Некротал, по-моему, так. Нехром является сплавом хрома и никеля. Нихром. При нагревании до так называемой раскаленной температуры образуется внешний слой оксида хрома, который также защищает нагревательный элемент от дальнейшего окисления. Следующим идет чистый никель или никель-200, который уже мало кто использует. Он в основном использовался в модах на термоконтроль. Никель-200 это полностью никелевый материал. Оксид никеля образуется при нагревании проволоки выше 400 градусов. В зависимости от степени окисления могут образовываться два типа оксида. Зеленый оксид никеля и черный оксид никеля, который очень реакциоспособен. Также многие используют и нержавеющую сталь. Нержавейка обозначается буквами СС. Сталь представляет собой сплав железа и углерода. Нержавеющие свойства стали обусловлены присутствием не менее 13% хрома. Хром предотвращает образование оксида хрома защитным слоем, но в нержавейке присутствуют некоторые загрязнители в виде микроэлементов. Чаще всего мы используем СС-316, нержавейка 316, которая содержит небольшое количество молибдена и марганца. С материалами, которые мы используем, вроде разобрались. Теперь давайте разберемся с причинами, по которым прожиг спирали и намоток может быть опасен. Первое заключается в том, что покрытие из окисленного материала, которое образуется на поверхности, может отслаиваться и во время испарения переноситься в легкие одновременно с жидкостью в виде микроскопических частиц или твердых частиц. Твердые частицы могут вызывать аллергию. Никель, например, известен как вызывающий сыпь на коже, зуд и покраснение. Никель также является канцерогенным соединением в сочетании с окисью углерода, насколько я помню. Твердые частицы, о которых я говорил чуть ранее, также могут быть токсичными для организма. Случаи такой токсичности встречаются, например, у сварщиков, подвергшихся воздействию оксидов марганца, но за очень долгий срок. По мнению химика, прожиг может усилить нормальный процесс коррозии на поверхности намотки и преждевременно ухудшить качество спирали. А что же касается токсичных или канцерогенных эффектов, то они маловероятны, поскольку доза их просто микроскопична. Так что волноваться о частых прожигах не стоит. Я, к примеру, крайне редко меняю намотки и занимаюсь коротким прожигом примерно раз в неделю, когда меняю вату. Но по-хорошему спирали хорошо бы менять раз в месяц. Это больше рекомендации. Некоторые намотки я использую и по 8 месяцев. В общем, пишите в комментариях, как часто вы меняете свои намотки, как часто занимаетесь прожигом. А у меня на этом все. Приятного вам и пока! Субтитры сделал DimaTorzok